Вы сторонник выполнения Минских соглашений? Я вообще противник как таковых, не только выполнения, как таковых Минских соглашений. Минские соглашения, если уже... Но это не путь разве к миру? Нет, это, если их разложить уже, если перескочим на тему Минских соглашений... Но просто это надо понимать, это как бы имеет отношение к... Если их выполнить полностью, да, то все, что записано в Минских соглашениях, это все приведет к гражданской войне, к настоящей. Сейчас у нас гражданской войны нет. На данный момент у нас есть оккупация, плюс террористические организации местные. Все. То есть, в принципе, за линией фронта, если ее так можно назвать, находятся три группы граждан. Есть оккупационные российские войска, есть террористы местного пошиба, и есть заложники наши украинцы, которые там сейчас находятся на той территории. То есть, если мы выполним Минские соглашения до конца, то бишь, откроем фронт, проведем выборы, неважно, как они будут проводиться, неважно, миллион человек. Если они разоружатся и граница восстанавливается, это предположено? Да, полностью. Они разоружатся, восстановятся границы, ушли русские, террористы остались на месте, хотя при выполнении Минских террористы останутся на месте с оружием. Они перейдут в так называемые полицейские местные формирования, которые будут сформированы местной властью. А вот теперь представьте себе такую ситуацию. Миллион украинцев, которые выехали из Донбасса, вот туда берут и возвращаются. Вот тогда начнется гражданская война. Причем этот миллион человек, который выехал, из них где-то 5-7 процентов, они воюют. То есть гражданская война скорее может начаться между жителями Донбасса и жителями Донбасса. Железно, да. Именно я об этом и хочу сказать. Потому Минские соглашения, выполнение Минских соглашений, выполнение, полное выполнение, приведет к гражданской войне.